В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России организации для детей и молодежи «Движение первых». Основная ее цель – объединить усилия самых крупных общественных организаций страны и регионов и совместно воплощать в жизнь масштабные молодежные проекты. Первичные отделения РТДМ стали открывать по всей России. Саров не стал исключением. Одними из первых, кто принял эстафету и открыл первичные отделения, стали школы 17 и 10. Это знаменательный момент, потому что ребята, мальчишки, девчонки, а также педагоги, наставники и родители получают уникальную возможность окунуться в добрые дела, полезную деятельность, акции, конкурсы. Это замечательно, что мальчишки и девчонки нашего города стремятся быть с Россией, быть в движении, быть вместе и быть первыми. В школе номер 10 прошло торжественное мероприятие в честь открытия первичного отделения РТДМ. На сцене выступили приглашенные гости, преподаватели и учащиеся. Собравшиеся поближе познакомились с новым движением первых, узнали о истории его создания, целях и задачах. С инициативой пополнить ряды РТДМ выступили активные старшеклассники. Движение первых – это собранный коллектив всего, чего только можно, и спорт, и искусство, и музыка, и что угодно. Я считаю, что это было правильным решением, потому что движение первых – это сплоченность всех ребят, они показывают свои таланты и навыки, то, что они умеют, и где, и как они могут их проявить. Директор школы поддержала инициативу ребят и в торжественной обстановке подписала указ о создании на базе школы номер 10 первичного отделения российского движения «Детей и молодежи». Ярким моментом мероприятия стало посвящение первоклассников в ряды «Орлят России» – первой ступеньки нового движения. «Орлята» дали клятвы быть добрыми и ответственными людьми, соблюдать принципы чести и справедливости. Я считаю, что пионерская организация действительно стала прототипом сегодняшнего российского движения «Детей и молодежи». Организация создавалась в 1922 году, пионерская, когда действительно стране нужны были инициативы, детские инициативы, умение взять ответственность за себя в сложные годы. И сегодня, в общем-то, ситуация похожая, то есть когда действительно нужно давать молодежи больше возможностей для самореализации. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.